Друзья, снова с вами я, Алена, и мы с вами продолжаем видео про депрессию и про дофамин серотонин. Мы с вами закончили над тем, что дофамину нужны кофакторы, что он может быть снижен при условии различных процессов. И это могут быть, друзья, как я назвала вам уже, действительно нехватка витаминов, снижение ген, ну в общем гены ваши так действуют, с вами взаимодействуют. Плюс это может быть моменты стресса, когда очень быстро расходуются все ваши материалы. И как, мы с вами говорили, как повысить дофамин серотонин. Во-первых, вас может ломать на сладкое, я сказала, может ломать на секс быстрый, может на другие вещи, которым, в принципе, вы не хотите следовать, но как бы срабатывает природа. И что нужно сделать, как себе помочь? Друзья, я напоминаю, витамины, которые нужны, B6, магний, также вам нужно особенно витамин С, метионин, самому вводить сложно, как я сказала, нужно через питание плюс поддержка. Начинать залечивать ЖКТ, убрать пищевой мусор, плюс обратить внимание на сниженную кислотность желудка, проработать желчаток и все это бла-бла-бла. Если вы не будете делать, будет, на самом деле, ваши витамины будут сливаться туда же, куда и капельницы, и все, все это временно, понимаете, очень быстро это все опять истощится. Поэтому, что нужно сделать? Просто убрать дешевый, дешевое удовлетворение, дешевый секс, дешевые наркотики. Наркотик это сладкое, наркотик это просмотр сериалов, наркотик это безделие. Поэтому, друзья, работаем, плюс пополняем себя теми моментами, которые я назвала, плюс добавить определенную посильную физнагрузку, плюс работать над тем делом, которое поднимает дофамин. Видите, сосуд наполняется ежедневно. Если ежедневно его наполнять нужной вам информацией, ваш сосуд будет двигаться в нужную вам точку, степ-бай-степ. Самое главное, действительно, компенсировать себя, потому что иногда вы не понимаете, почему это ба-бах и упало. Я вас люблю, с вами Алена.